Смоленская АЭС День защиты детей в Десногорске На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 24 416 мегаватт, что составляется в целых 0,4%. План задания УФАС по году. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Текущая мощность на данный момент составляет 2630 мегаватт. Блок номер 2 находится в режиме подъема мощности. За 7 дней июня энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 324 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 40 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила 8,6 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 124 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС заняла третье место в главном корпоративном конкурсе концерна «Росэнергоатом. Лучшая АЭС России» по итогам работы в 2020 году. Показатели конкурса определялись на основе 14 основных и 10 дополнительных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как безопасность, эффективность работы и техническое обслуживание, состояние физической защиты, охрана труда и окружающей среды. Победа в главном корпоративном конкурсе дивизиона – это свидетельство высокой ответственности персонала атомной станции в совершенствовании производственной культуры, обеспечении устойчивой работы оборудования, повышении производственной и экологической безопасности. В Десногорске наградили победителей и призеров творческого конкурса «Смоленской АЭС», посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды. 3 июня в Десногорске наградили победителей и призеров творческого конкурса «Смоленской АЭС», посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды. Конкурс «Смоленская АЭС. Чистая энергия, экология и безопасность», инициированный экологической службой атомной станции, проводился впервые. Конкурс становится у нас ежегодным, как вы слышали, то есть популярность его растет, и мы думаем, что тот опыт, который и вы получили, и мы при проведении конкурса будем развивать и продолжать традицию этого конкурса. Более 130 творческих экозащитников приняли участие в конкурсе. Самыми активными стали дети. Каждая работа по-своему уникальна, заслуживает внимания и высокой оценки. Жюри отметили авторов работ, которые наиболее полно отразили тематику конкурса «Чистой энергии», а именно показали, что деятельность атомной энергетики, в частности Смоленской АЭС, экологически безопасна. Это большая возможность и опыт. Я получаю много положительных эмоций от победы. Интересно участвовать. В современном мире сейчас мы стараемся все больше и больше говорить о природе и о том, как важно ее сохранять. И это сейчас очень важно. Я решила, что, может быть, я своим рисунком смогу как-нибудь обратить внимание на эту тему, чтобы больше говорили об этом. Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками от администрации и профсоюза Смоленской АЭС. Наш проект. Так могут сказать все десногорцы, которые внесли вклад в формирование концепта атомпарка. Предлагали идеи, участвовали в обсуждениях, социологических исследованиях. В марте открыт практически этап преобразований. Уже проложены подземные коммуникации, залиты фундаменты, обретают очертания будущие объекты. 4 июня там побывала депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Окунева. Видно, что стараются и делают добросовестно этот объект строители, потому что они сами здесь тоже живут и тоже со своими семьями придут и смогут, введя за руку сына или дочь, сказать «это делал я». Важно получить такой же качественный результат, каким он задумывался тогда, когда город обратился за участием в конкурсах. По словам Ольги Окуневой, благоустройство общественных пространств – очень важное направление в работе власти. И хорошо, что есть возможность привлекать финансирование на социально значимые проекты. Напомним, Атомпарк – победитель конкурса Минстроя РФ. На его преображение из федерального и областного бюджетов выделено 90 миллионов рублей. Еще 25 миллионов рублей – благотворительная помощь концерна «Росэнергоатом». Администрация Десногорска направила 38 миллионов рублей. Полученные за второе место в конкурсе фонда АТР АЭС – «Лучшее муниципальное образование». В Атомпарке сейчас работают ЭЦМ «Смоленск», «Десногорск» и «Ситилайн», «Курск», выигравшие тендер. К концу лета они создадут многофункциональный комплекс – модульные павильоны, амфитеатр, игровую площадку, образовательный блок, арт-объекты. Появятся скамейки, освещение, видеонаблюдение, пост охраны. За ходом работ можно наблюдать онлайн на сайте администрации города. Искрометный, яркий и незабываемый праздник в День защиты детей организовала «Смоленская АЭС» для юных десногорцев. На спортивных и творческих площадках прошли соревнования, конкурсы, концерты, флешмобы. Приятные сюрпризы, музыка и добрые пожелания подарили девчонкам, мальчишкам и их родителям прекрасное настроение в первый день лета. Старт празднику дал традиционный марафон «Планета баскетбола Оранжевый Атом 3 на 3». В нём приняли участие 28 команд из Десногорска, Рославля и Смоленска. Юных спортсменов приветствовали глава города Андрей Шубин, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Новиков, заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин. Они пожелали ребятам с пользой для здоровья провести летние каникулы, набраться энергии, положительных эмоций и найти новых друзей. Сегодня в городе Десногорске созданы уникальные условия для занятий физической культурой и спортом. Не только баскетболом, но и другими видами спорта. Приходите в залы, приходите на стадионы. Родители, приводите детей. Нам нужно здоровое поколение и концерн «Росэнергоатом», и наша атомная станция. Мы будем все делать для этого в Десногорске. Команды показали интересные и захватывающие матчи. Удачно выступили десногорские баскетболисты, завоевав пять первых мест в своих возрастных группах. Победители и призеры получили в награду кубки, медали и сувениры. Вечером площадь Реоэда Ц превратилась в настоящую страну детства с активностями на любой вкус. Ребята соревновались в эстафете, рисовали любимый город, фотографировались со сказочными героями, танцевали и пели. Сектор культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской АЭС радовал зрителей яркими выступлениями. Трогательным моментом стало поздравление выпускников. Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете принимать участие в наших хороших мероприятиях, дарить свой профессионализм всем жителям нашего города. Еще одно событие украсило праздник. Муниципальный этап чемпионата школы Росатома по космоболу 5 с плюсом для малышей. Первое место у воспитанников детского сада «Ласточка». Теперь они примут участие в творческом мероприятии. По его результатам определятся команды финалисты. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok